Впускница кафедры анимации и компьютерной графики ГИКИТ Наталья Беляева вошла в число лучших выпускников Санкт-Петербурга 2024. 22-я торжественная церемония награждения состоялась в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Я на самом деле до сих пор в шоке, потому что я никогда бы не подумала, что я буду лучшей выпускницей, что я вообще буду активистом, потому что я недавно на авангарде была, я никогда не считала себя активистом. И тут вдруг я везде, у меня много цветов, много наград, и я такая, когда я это успела? Наталья – выпускница кафедры режиссура анимации ГИКИТ, мастерской Антона Кальченко, обладательница красного диплома. На протяжении всего обучения в ВУЗе она была участницей и победительницей множества профессиональных конкурсов и кинофестивалей, в том числе международного уровня, а также грамотным наставником младших коллег, куратором группы первокурсников. В целом я уже работаю с первого курса, у меня очень классные заказчики, с прикольными режиссерами работаю, уже какая-то переместка. Преемственность поколений происходит, потому что с первокурсниками я активно контактирую, как куратор-студент. И в целом у меня прекрасная жизнь, я безумно горжусь своей жизнью, собой горжусь, потому что вот я сейчас как раз подумала о том, что задумываюсь насчет, как прошли мои пять лет, и я безумно довольна, как они прошли. То есть они настолько продуктивные, что я не сожалею ни о едином дне проведенном, потому что оно было суперполезно. На церемонии выпускницу ГИКИД поддержали преподаватели-сотрудники института, ректор вуза Екатерина Сазонова. Что меня поразило в Наташе, я не очень близко ее знаю, но когда она сказала, что я была девочкой, которая играла в Майнкрафт, а стала режиссером анимации, она сразу же завоевала сердце моего ребенка и стала таким кумиром, потому что действительно, когда твои увлечения становятся твоей профессией, ну, наверное, это самое главное, и это потом определяет и профессиональный успех тоже, заниматься в жизни тем, что ты любишь. Как и другим отличившимся, Наталье вручили благодарственное письмо и традиционную бронзовую статуэтку сфинкса, символ мудрости и силы. Не обошлось ли без соблюдения еще одной многолетней традиции этого праздника? По случаю награждения молодых профессионалов прогремел полуденный выстрел из пушки на Рыжкина бастиона.